Сами многодетные родители рассказали, что обеды отменили внезапно, никого не предупредив. В некоторых школах дети узнавали о том, что их не покормят уже в столовой. Наверное, все прекрасно знаете, что любую информацию в школах сейчас доносят под роспись. Так вот, мамы не расписывались в бумаге, которая бы говорила о возможном прекращении бесплатных обедов. В бумаге о возможном прекращении завтрака для всех, да, мамочки расписывались. А об обедах речи не было. Чтобы разобраться с ситуацией, многодетные родители инициировали встречу с главой администрации Алексеем Голубевым. В муниципалитете отметили, что совещание прошло в формате конструктивного диалога. Обменялись мнениями, кто что не понимал и почему такая ситуация случилась. Администрация признала свои ошибки об информировании, не своевременном, или при сбое информации, которую довела. Понимаешь, это многодетные семьи обозначили свои проблемы и глава администрации предложил определенный путь их решения. По итогам встречи решено создать рабочую группу из руководителей профильных ведомств и активистов сообщества многодетных семей. И мы все, замы главы администрации, главы администрации согласны работать с этой группой на позитивных началах, не обвиняя друг друга, а дополняя, и чтобы в дальнейшем таких проколов не происходило. В конце встречи прозвучал вопрос, все ли согласны, вернее не так, а есть ли те, кто против. Единодушно, единогласно было принято решение, что все за. Пока обеды останутся платными для детей из многодетных семей. Однако администрация совместно с Думой рассмотрит варианты решения этого вопроса к началу следующего учебного года. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.